Моё второе выступление о том, как сегментировать клиентов для любого бизнеса. Как я говорил раньше, деньги приносят только продажи. И для того, чтобы продажи сносили денег как можно больше, нужно знать, как обратиться к тому или иному покупателю, какими словами ему рассказать о вашем товаре, о вашей услуге, о том, что вы предлагаете и почему он должен отдать вам деньги и купить, воспользоваться вашим предположением. Здесь все взрослые люди, наверняка у многих есть дети, и все знают, что в три года надо с человеком говорить одним языком в пять лет, другим языком с мальчиком, одни примеры переводить с девочками, другие примеры. И это универсальный закон, точно так же в бизнесе существует невероятное количество различных клиентов, каждый из которых слышит только то, что волнует его, только то, что его цепляет. И говорить всем одно и то же, оно будет несколько неэффективно. И здесь я расскажу о универсальном подходе, который можно использовать, если вы не знаете, как разбить клиентов на категории, на группы, на классы, как разделить всех ваших покупателей, которые стоят в очереди, на тех, к кому можно обращаться, такими словами, на других, к кому нужно обращаться вот такими словами, к кому что-то нужно показать, а кого можно, например, напугать, что если он вас не купит, ему будет плохо. Если он вас купит, у него будет счастье. Собственно, нет. Еще все начинается из того, что зачастую все считают, что вот у нас есть покупатели, мы будем производить хороший продукт, и у нас все его купят. И вот у осян первое впечатление, что это все звери, это все жители леса. Но на самом деле, если присмотреться, у них у всех разное настроение, у них у всех разные воспоминания. Кто-то проснулся сегодня с одной ноги, кто-то проснулся с другой ноги. Кто-то приехал на работу или к вам в магазин на машине, кого-то перевезли в троллейбусе, на меня, по-моему, пока, и ему совершенно другие ожидания, даже восприятие того, что вы ему покажете, совершенно другое. Как их сегментировать? Зачастую самый простой способ – все в одну почву. Это клиенты. Мы делаем, например, вот такие ноутбуки. Мы будем продавать ноутбуки и говорить о том, что этот ноутбук с процессором таким-то, с памятью такой-то, он очень хороший, он очень долго работает. Может быть, кому-то не надо долго работать. Может быть, у кого-то ноутбук стоит в офисе включенную в розетку, и ему это совершенно не интересно. Но вы потратитесь на рекламную коммуникацию, вы положите время и деньги. Чего против него, потому что это его не зацепило. Наугад. Второй вариант, когда делается абстрактное предположение. А может быть, у кого-то он стоит в офисе. А может быть, кто-то работает на нем в самолете, и ему важна длительность автономной работы. А в офисе ему важно, чтобы был торшивый экран, но он не бликовал при инстантных лампах. Это тоже такие предположения. Это уже лучше, чем все в куче, чем всем. Единообразно все рассказывать, но, наверное, это пока тоже еще не идеальный вариант. Следующий этап, когда начинается понимание. Все начинают выбирать себе идеальную целевую группу. Я называю это детским подходом, потому что в 90 случаях вы придете на фирму и спросите, а кто ваша целевая группа, все начнут рисовать себе портрет идеального клиента. он уже взрослый, он уже платежеспособный, он уже адекватный. Дети берут адекватность. Раз детей растет, значит, адекватный. Раз 30 лет, значит, человек его может купить. Если там есть машина, значит, платежеспособный. Ну, это тоже такие абстрактные предположения. Можно пойти дальше, можно закончить бизнес-школу, можно прочитать 375 учебников, в голове будет кашель и безумное количество различных методик. Здесь есть другой риск, что вы погрязнете в расчетах, в анализах, и стоимость администрирования такого процесса будет несопоставима с той прибылью, которую в итоге вам это может привести. И, ну, есть поговорка, что все гениальное простое, поэтому, наверное, иногда нужно знать разумную меру в процессе сегментирования и не упираться в 200 различных методик. Ну, здесь вычлены, здесь вычлены, здесь вычлены, здесь вычлены. Не всегда это окупается. Есть такая желтая середина. Если вы смеси помните, там, пределение Гаусса. Сначала мало-мало, потом много, 20 на 80, потом опять спадает прибыльность. И точно так же с сегментированием целевой аудитории разумный порог, дальше которого рост прибыли уже не столь существенен, как рост расходов на использовании всех этих методик. И поэтому точно говорю, что такой очень сложный подход, очень методичный, сверх-повер-аналитический подход, он не всегда целесообразен. Есть решение? Геннадий, наверное, из здесь присутствующих, самый-самый большой специалист по кризу, не даст забывать, он мне сам 10 лет назад рассказывал про это, что если не знаешь, как решить какую-то задачу, посмотри, как аналогичная задача решалась в сферах деятельности человека, связанных со здоровьем или угрозой жизни. Маркетинг – это все-таки пока не угроза жизни, это не угроза здоровья, но, тем не менее, смежный подход для этого будет, подход, который уже с начала 20 века используется в журналистике. Существует такое неписанное правило, рекомендация, наверное, здесь можно обратиться к главному редактору журнала «Директор». На такую журналистику нам не даст забрать, что любая статья, любой редитолог в журнале, если он отвечает на 5 вопросов, он будет хорошо читаемым, он будет интересным читателям, и в соцсетях, например, им захотят делиться, показывать друг другу, смотри, какой классный материал, смотри, как интересно раскрыта тема. Вот это понятие «раскрыта тема или нераскрыта тема». Хороший материал получается, когда журнальная статья, газетная статья отвечает на 5 вопросов. В том, о ком статья, что сделал или что делает, или что собирается делать, когда, где и почему. И давайте посмотрим, как этот подход можно применить с маркетингом, сегментированием целевых клиентов. Задумайтесь сейчас каждый о своем бизнесе, о своих клиентах, и я буду рассказывать последовательно о каждом месте ТВ, а вы просто перебивайте, тяните руку, задавайте вопросы, фоном думайте о своем бизнесе, как это работает в вашем бизнесе. Первое. Кто будет покупать? Это то, с чего начинается. Когда вы начинаете бизнес, когда вы начинаете собирать команду, когда вы покупаете производственную станок или изучаете какую-нибудь науку для того, чтобы на ней зарабатывать, у вас сразу есть гипотеза и предположение, а кому это может быть надо. Это наименее, наверное, аналитический пункт, который строится просто на вашем предположении, что есть, наверное, спрос на вот эту тему. Этот купят, какие-то люди купят, какие-то люди и такие. С этого вы отталкиваете. Это ваш трамплин в рынок. Второй момент о журналистике. Второй вопрос. Что? Кто понятно, например, посетители брендкам? Второй вопрос. Что это им даст? Какой вопрос решит или поможет решить ваш продукт, ваш сервис, ваша услуга? Не к маркетингу, привлечения, наверное, каких-то там очень-очень верхних понятий психологии, может быть, энергии. Это три понятия, три темы, три направления. Человек может хотеть решить какую-то проблему, которая у него есть. Почему он может купить науку? Ему нужно работать, быть мобильным. Может быть, получить какую-то выгоду. Может, он хочет купить наутбук, чтобы он мог его закрыть, а никто не увидел, что то, что он делал, забрал с собой, унес и сохранил свои секреты. Либо избавиться от какой-то боли, когда нет компьютеров и приходится ждать, что у меня особо не компьютер, мне надо распечатать документ. Или с наутбуком. Мне работает больше одного часа. Не могу брать с собой ни в город, ни в кафе, ни в самолете. Только включил, и он уже требует розетки. Для этого человека, наверное, это боль компьютер с плохой батареей. Третье – это когда покупается ваш продукт. Одно дело, человек не спеша выбирает какой-то продукт, он смотрит на рынок среди множества альтернатив. Это один подход. Здесь вы должны быть лучше, вы должны быть выгоднее, вы должны быть в самом-самом конкурентном среде альтернативных предложений. Но вспомните, когда вы приезжаете в гостиницу, в номере всегда есть мини-бар. И цены на вот эти продукты в мини-баре, они обычно в два раза, в два с половиной раза выше, чем даже внизу в лобе этой же гостинице. Просто потому, что когда? Когда вы уже в баре, когда уже в палате и в тапочках, ну и вам просто лень спускаться, одеваться в бар, вы заплатите на два евро больше за этот коньячок, идут именно здесь. Но это момент, когда. И это сегментирование клиента по моменту совершения покупки, включения сделки. Если человек начал строить дом, ему завтра гроза, то вы ему можете крышу продать в три раза дороже, потому что иначе у него завтра все намокли, все обвалится. Если такого нет, то вы должны конкурировать. Праздники или события. Например, вспомните продажи цветов перед 8 марта. Роза там обычно стоит 3-4-5 рублей, 8 марта утром она стоит 25. 8 марта прошло, 9 марта вы покупаете опять по адекватным ценам. Много праздников, да. Много праздников, да. Много событий или, например, каникулы, когда все уезжают в отпуска, и ласты какие-нибудь, платки, туристические палатки напрокат, они сдаются гораздо дороже, чем вне сезона. Поэтому это временной фактор, когда. Это тоже один из вариантов сегментирования. Ну вот, Лариса с нами сидит в услуге бухгалтерского учета. Потому что перед сдачей годового отчета, проведение аудита или там подготовка или восстановление бухгалтерской документации, когда позвонили и сказали у вас пройдет через 5 дней, может быть продано намного дороже, чем вообще-то не проверить, вообще-то не сделать этот отчет. А это фактор времени. Отчеты это где видят вашу рекламу? Ну, как я говорил, в интернете конкуренция очень жестокая, и по ценам не всегда выгодно продавать какие-то товары и услуги в интернете, когда эти товары могут продаваться на макетплейсах. Ну вот, онлайн-бай, на шоу-бай, когда одинаковые наруки продаются с разницей в 1-2 рубля, и битва идет настолько жестко по цене, что никто не смотрит, какая гарантия. Ну, у всех фирменная гарантия, у всех там сервисный центр. И кто дешевле сможет перевезти, кто-то контрабандой привезет, кто-то там за наличку продадет, там и за цена. А если человек видит рекламу где-то, ваше время путешествий, или где-то в санатории. А где он видит? Человек приехал в санаторий, и он говорит, у нас вот есть велосипед на прокат. Позднее. В городе велосипед стоит 10 рублей где? В санаторий может стоить 10 рублей час. Где? Потому что есть ограниченная конкуренция. И если вы задумаетесь о своих клиентах, и о том, где вы будете показывать им ваше предложение, вы сможете назначать иногда порой намного более высокую цену на ваш сервис, чем вы будете конкурировать по цене, по своей прибыли на популярном месте. На комаровке, посмотрите, ну, как правило, продукт мяса, да, дешевле покупать, чем где-то в региональных мини-комаровках. Потому что на комаровке стоит 150 продавцов. Селяйцами, все конкурировали по цене. А купить у нас, кто-то там лампочку розовую кручивает, а кто-то там, мужчина, мужчина, вот купить у меня. Приехать в Курасовщину, приехать в Зеленый Лук. Будете брать или не будете брать? А что так дорого? Не нравится ящик. А нет конкурентов. Поэтому где, это тоже очень важный фактор. При планировании рекламной кампании учитывайте то, где вы покажете свое рекламное сообщение. Покажете вы его на проспекте перед ГУМом. Ну, одно дело. Покажете вы его на какой-то встрече, в каком-то закрытом клубе. Это совершенно другое дело. В закрытом, хорошем, дорогом клубе вы обычно здесь можете продать дороже, потому что существует даже такой фактор, а стыдно отказаться. Вот как Вадим рассказывал, директор иногда боится быть плохим. Точно так же существует много мест, где а стыдно как-то не купить. Этим пользоваться часто обращали внимание в ресторанах продавцы цветов. Купить у нас цветочек. Откажешься. Девушку с тобой откажешься. Это фактор где? И последнее – это почему можно сегментировать клиентов. Пятый, последний вопрос – почему стоит товар купить именно сейчас? Это немножко коррелирует в интернет-рекламе, если он слышит такой термин «call to action» – призыв к действиям. Купи прямо сейчас. Это есть не только в интернете, это есть в телевизоре, это есть в почтовых рассылках. Вот смешная история. В 15 лет меня преследует спортмастер со своими предложениями купить велотренажер. В 15 лет они присылают красивые цепные ручки, и у нас осталось последние 12 велотренажеров. В 15 лет, да? Да. В 15 лет, да? Нет. Надо перейти к нему с первой и последней, сказать, ребят, у вас за 15 лет что, ни одного тренажера не купили, чтобы только на меня упорзить. Оно смешно, когда вот, что со временем они пытались сделать хорошо. У нас испало, спешите. Или вот если по городу вы ехали сюда, наверняка видели, Атлант любит продавать свои машины. Да, у нас там специальные версии в противальных полах осталось там 10 машин. Или билеты в Белави. У нас вот прямо сейчас купите билеты, потому что завтра будет дороже, у нас сегодня распродажа. Это вопрос, почему стоит купить. Либо по цене что? Вот сейчас у нас суперские цены. Покупайте. Есть люди, есть категория клиентов, для которых фактор цены является ключевым при принятии решения. Если это дорого, мы не купим. А вот если прямо сейчас можно купить на 20% дешевле, мы купим. А зачем? Ну скидка же. Это одна категория клиентов. Другая – это ранние такие экспериментаторы, ранние последователи, те, кто хочет все самое новое, самое свежее. Та же Toyota в Минске. Знаешь, что у нас новая появилась модель? У него двигатель такой же, сосед такой же. Ну вот лампочки теперь все придетные. Нормально. Это новизна. Для тех, кому важно новизна, для тех, кому важно показать, что он может позволить себе самая новая, самая пиковая модельная коррекция одежды. Вот эти все магазины Outlet, они же все равно продают фирменные вещи. Но они продают вещи, например, не этой зимы, а этой осенью. Но уже со скидкой. Они не стали хуже. Они просто, они уже не новые. Для кого-то важна новинка. И подумайте, вот в вашем бизнесе, в ваших среди клиентов, есть ли такая категория клиентов, которым важен новинка. Им вы сможете продать, конечно же, дороже. Потому что они готовы заплатить за то, чтобы выйти на гребне волны. За то, что они смогут своим друзьям, своему окружению показать, что у них все самое новое, самое лучшее, самое хорошее. И третье – это последние 15 велотренажеров. Последние 10 – Volkswagen Polo спецкомплектации для Беларуси. Google когда-то, 12 лет назад, когда он свою Gmail почту внедрял, мне же было полтора года открытия ящиков только по приглашению. То есть нельзя было зайти на Gmail.com, открыть себе, создать аккаунт. Нет, должен был иметь ссылку приглашение в Google, от кого-то, кто уже был счастливым обладателем этого ящика, и мог прислать не более 50 приглашений. И ты мог тогда открыть этот ящик. В общем-то, по тем временам… Блин, может быть. По тем временам он не был настолько полнофункциональным, как сейчас. Это просто был еще одним провайдом бесплатной почтовой системы. Но за счет того, что ажиотаж… «О, у тебя есть приглашение». «Знаешь, где нужно ли?» «А вот нужно там встречать, отнать, если там заплатить рубль, то есть что ли?» Было ограниченное приглашение, был искусственно создан ажиотаж вокруг ресурса. Я в касте Google пользователей. И я в касте. А ты не знаешь, у тебя нет Google. Совершенно маркетинговый ход, но чрезвычайно эффективный. Работаешь. Почему я это все рассказываю? Потому что не надо смотреть на свою продукцию, на свой товар только с позиции себестоимости и приемлемой нормы прибыли. Один и тот же товар можно продавать по разной цене, разным людям в разных условиях и с разной наценкой. Если уделить какое-то время планированию и анализу, кто, когда и почему вас покупают, ответить на вот эти вот пять вопросов журналистики, на 5W, вы сможете разработать гибкий подход и продавать свои услуги с максимальной прибылью. Хороший такой тоже яркий пример. В Беларуси очень много самозанятых предпринимателей. И в Беларуси часто когда говоришь, а какие могут быть условия? Мы можем скидку дать. А еще что? Все. И, к сожалению, большинство предпринимателей они оперируют понятиями только цена и возможная скидка. Ну, за счет уменьшения своей прибыли, ладно, купите, мы вам дадим скидку. Это и производители мебели, это и строители, это даже и арендозалов. Я не знаю, здесь вы не торговались особо пока еще. Но есть же масса вариантов, которые упускаются из внимания. Например, если вы продаете оборудование, вы можете не давать скидку. Скажите, хорошо? Тысячу долларов. А дайте скидку. Скидку не дадим, но разрешим вам со срочкой платежа. Можете нам в течение месяца заплатить, можете между двумя трансами заплатить. Или скидку не дадим, но мы можем вам привезти. Или хорошо, мы похороним у себя на складе. Мы для вас зарезервируем, три дня похороним. Подписывайте договор, что вы покупаете. И вопрос в том, чтобы понять, ответив на сайт даблвер, каким клиентом, чем можно торговаться, что для него важно, что его зацепит, что его превратит в вашего покупателя, а не просто, как раньше на стандаре «Динамо» на рынке, ну, скидку за один-пять. Ну, два доллара скинем. Мне не надо. Я вас куплю по полной цене, вы меня домой привезите. И мы такое не думаем, не делаем. А почему? Это выгоднее было. Существуют другие моменты. Про скидку же время же позволяет. То фирмы тоже часто страдают болезнью. Вам дадим скидку, купите туру на. Это, наверное, самый-самый простой способ. Скидка идет от цены, например, тура. Ну, тура, предположим, за пятьсот евро. Ну, сколько вы там можете дать скидку? Ну, там пять процентов. На 25 долларов. Это большая сумма. Ну, для турфирма 25 долларов – нормальная, хорошая сумма. Но если они предложат, ребят, вы приезжайте, мы ваши фотографии напечатаем в красивый фотоальбом. В карандаше сделайте это за 10 долларов. Он будет красивый, напечатан, там 100 фотографий в виде. Приятно будет пристать. Или привозите нам свое видео, мы вам сделаем красивый фильм. Это можно нанять каких-то клиентов за тех же 10 долларов. Это не 25, это 10. Но это нужно сидеть, обсуждать и думать. А что мы можем, кроме скидки, сделать? Мы можем вам дать деньги скидку и потерять в бизнесе. Либо мы можем вам предложить какую-то услугу, которая будет для них иметь ценность гораздо выше, чем скидка, но нам будет откладиться гораздо меньше. И вы сохраните, спасете деньги в своем бизнесе, оказав услугу, о которой человек потом станет адептом вашей марки и будет рассказывать, «Ты знаешь, я с ними слетал, они мне потом такой альбом дали». Ко мне гости приходят, я включаю в телевизор. «Да, что за фирма? Я тоже с ними полечу». Хотя на самом деле фирма потратила денег на много меньше. Заканчивая, ну, собственно, хочу подытожить, что чем лучше будет сегментирована ваша компания, тем, чем лучше вы найдете язык и аргументы для работы с каждым маленьким русским сегментом. Помните, я начинал с детей, да? Мальчику три года одними словами, девочке десять лет другими словами. Тем лучше вы и дороже сможете продать свои услуги или продукты. Если вы просто, как Александр рассказывал, делаете и продаете, делаете и продаете, ну, вы работаете как все, как не самые лучшие бизнесмены, как не самые лучшие, наверное, там, будущие олигархи. А если вы думаете, если вы проектируете и анализируете, кому вы продаете, то вы выстраиваете свои бизнес-процессы, вы выстраиваете свой маркетинг, вы сегментируете клиентов, находите, к кому как обратиться, и тем больше дохода получаете. Ну и все. Спасибо большое.